Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Позагорать на пляжах снова не удастся. На смену холоду пришла большая вода. В водном плену оказались отдыхающие на реке Криуша. Материнский капитал не по назначению. Мошенницам придется компенсировать пенсионному фонду более полутора миллионов рублей. Космический спутник «Канопус» успешно выведен на орбиту. Запуск состоялся сегодня утром с космодрома Байконур. Чтобы селфи не стало последним, школьникам напомнили правила поведения на железной дороге. В Волгаре завершается строительство парка «Дружба народов». Как идут работы, проверили представители общественной палаты Самарской области. Главным ньюсмейкером этого лета остается погода. Если граду и холодам уже никто не удивляется, то паводок в июле – явление для Самары редкое. Последний раз такое было 23 года назад. Сейчас вода в Волге поднялась до небывалых для середины лета отметок. Из-за этого подтапливает низины. Так, дорога к пляжу в районе реки Криуша уже в воде. Спасатели эвакуируют оттуда туристов. Однако многие предпочли остаться на отдыхе. С бесстрашными туристами познакомилась Марина Матвейшина. Во второй по-настоящему летний день городской пляж Новокуйбышевска пользуется особой популярностью. Но прежде чем на него попасть, приходится заранее раздеваться и разуваться. Дорогу к нему перегородила вода. Течение смог не сбивает, но достаточно сильное. Причем, по нашим ощущениям, вода прибывает постоянно. Еще несколько минут назад эта лужа была и меньше, и мельче. Уровень воды над дорогой поднялся примерно на 40 сантиметров. Однако поток не останавливает ни пешеходов, ни автомобилистов. Хотя некоторые оставляют машины перед водой и отправляются отдыхать пешком. Мы приехали на машине, да, но на машине мы туда не поедем. Почему? Мы не знаем, как обратно будем выезжать. Да и вообще как бы опасно. Все равно уровень, я не скажу, что прям маленький. Приехали, оставили машину, уехали на ту сторону. Приезжаем. В шоке, если честно, в легком. Что увидели на мосту. А мы палатки переносили уже. Перенесли, потому что с разного. Спасателям даже пришлось принудительно эвакуировать людей с пляжа. От воды спасли 27 автомобилей, 42 человека, из них семеро детей, а также кошку и собаку. Подтопление произошло не только в Новокуйбышевске. Водой залиты и самарские пляжи. Волга вплотную подступила к набережной. В последний раз такое было 23 года назад. Уровень реки у Самары сейчас составляет более 30 метров и продолжает повышаться. В региональном МЧС предупреждают самарцев, что Волга в ближайшие несколько дней поднимется еще на метр. Это уровень воды не критический. Подтоплений территории, объектов экономики, жилых домов никаких не произойдет. Единственное, что может подтопляться, это низменные участки реки Волга. Запретить при нахождении там жителей мы не можем. Но вместе с тем все мероприятия предупредительные, которые необходимы, мы выполнили в обязательном порядке. Несмотря на предупреждение о том, что вода так и будет пребывать, некоторые любители дикого туризма отказались эвакуироваться и покидать свои палаточные лагеря. Единственное, что беспокоит отдыхающих, это плохая рыбалка. Да нет, не страшно. Почему у нас тут лодка, ребятишки, мы из-за детей тоже не боимся. Да не пойдет, она придет на метр, даже она не застопитасила. Да как-то нормально, нормально себя чувствуем, нормально отдыхаем. Несмотря на отказ туристов, ГИМС обещает патрулировать реку Кривушу в течение всего дня. Если вдруг люди попросят о помощи, их будут готовы вывезти. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов, События. Такой вот аномальный паводок вновь не дает самарцам насладиться летним отдыхом, жалуются горожане в соцсетях. Это тем более обидно, что в регион в середине июля наконец пришло лето. Синоптики обещают жару до 31 градуса. Из региона постепенно уходит циклонический вихрь, который принес с собой сильные дожди и ветер. В предстоящие выходные его холодный фронт ослабеет. На фоне повышенного атмосферного давления облака рассеются, дожди прекратятся. А показания термометра вернутся к значениям, характерным для июля. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, скорость которого достигнет 6-8 метров в секунду. Материнский капитал не по назначению. Жительницы Самарской области по решению суда выплатят более полутора миллионов рублей в пенсионный фонд, через который пытались незаконно обналичить деньги. Как установили сотрудники ФСБ, две женщины придумали мошенническую схему и втянули в нее четырех подруг, которые имели право на материнский капитал. Согласно задуманному, молодые матери должны были взять целевой займ сроком на три месяца на покупку жилья. Как видно на фото, дома, которые организаторы предлагали купить женщинам, ветхие и непригодные для проживания. Их реальная стоимость менее 100 тысяч рублей. Но мошенницы, имея на руках бланки и печати, изготовили документы, по которым цена жил площади становилась равной материнскому капиталу. После сделки женщины обратились в пенсионный фонд за выплаты материнского капитала, чтобы за счет него погасить долг. Деньги поступили на счет мошенниц. В результате более 200 тысяч рублей женщины отдали организаторам преступной схемы. Остальное потратили по своему усмотрению. Суд признал виновными всех подозреваемых. Женщины получили от года до трех лет условно. Однако в дальнейшем все, кроме организатора банды, попали под амнистию. Но расплачиваться за поступок все же придется. Суд удовлетворил иск пенсионного фонда о взыскании женщин более полутора миллионов рублей. Космический спутник «Конопус-В» и «К» успешно выведен на орбиту. Запуск состоялся сегодня утром с космодрома Байконур. Аппарат дистанционного зондирования Земли доставлен в космос с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» производства Самарского РКЦ «Прогресс». Тем же пуском на орбиту доставлена группа малых спутников из 72 аппаратов. «Конопус-В» и «К» — это второй спутник в космическом комплексе. Он предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, наблюдения сельскохозяйственной деятельности, землепользования. Позволяет отслеживать состояние природных ресурсов и фиксировать очаги лесных пожаров и крупных загрязнений природы. Согласно планам Роскосмоса на 2017 год намечен запуск еще двух аппаратов серии «Конопус-В». Вместе они составят космическую группировку, которая позволит значительно повысить оперативность и качество решения задач дистанционного зондирования земной поверхности. Железная дорога — не место для селфи, увлечение, популярность которого не спадает несколько лет, уже стала чуть ли не главной причиной несчастных случаев на железной дороге. Только между Самарой и Сызранью в этом году погибли две студентки, и еще два мальчика получили травмы. Правила безопасности сегодня напомнили школьникам. Познавательный урок прошел в специально оборудованном вагоне охраны труда. Олеся Корецкая подробнее. Внимание, дети! Лето — самая опасная пора на железной дороге. Напоминать правила безопасности — суровая необходимость. Каждый год происходят несчастные случаи, где страдают и даже погибают подростки. Часто из-за собственной невнимательности и неосторожности. Например, желание сделать селфи в экстремальных условиях. Уже было два смертельных случая, и еще несколько человек пострадали. Об этом надо говорить, не надо замолчивать. Почему говорить? Может быть, это жестоко, да, вот дети получили травму. Нет, надо говорить, чтобы слышали и дети, и родители, и опекуны, что железная дорога — зона повышенной опасности. Сотрудники железной дороги регулярно посещают школы и приглашают детей на занятия на вокзал. Лекции в виде мультфильмов и викторины на знания правил безопасности проводят совместно с сотрудниками транспортной полиции и отдела опеки. Для них такие мероприятия очень интересны. Они носят, во-первых, помимо того, что познавательный характер, да, плюс в целях профилактики травматизма, такие мероприятия очень полезны. Вместе с детьми на занятия приезжают и ученики постарше. Фалина Плотникова переживает за своего правнука Никиту. Мальчик входит в подростковый возраст. Все чаще гуляет один. Я с правнуком. Он, чтобы по обувь поглядел, ну и я тут. А как же, беспокоюсь, он самый недорогой. Урок проходит в специальном вагоне охраны труда. Его возят по станциям, проводят занятия по всей железной дороге. Получается мобильная школа. Информация по безопасности в виде картинок, чтобы детям было понятнее. И как вы обратили внимание, здесь есть рисунки. Мы просили ребятишек отразить свое мнение, как себя нужно вести, когда они находятся на объектах железной дороги. Благодаря постоянной профилактике травматизм на железной дороге по сравнению с прошлым годом удалось снизить более чем на 10%. Чтобы свести количество несчастных случаев к минимуму, на участке Куйбышевской железной дороги дополнительно оборудуют три перехода. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. Сразу два крупных ДТП произошли в Самарской области. На трассе М-5 в груду металлолома превратились три фуры. Одна из них сгорела. Полицейские сделали фото. Пострадал только один водитель. А в Самаре поезд разнес БМВ на железнодорожном переезде. Схода состава не было, никто не пострадал. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего. Жители Самарской области получат выплаты на восстановление домов после урагана. Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. Это касается жителей села Ирандаево Кошкинского района, чьи дома сильно пострадали 1 июня 2017 года, когда на область обрушился сильный шквалистый ветер. Общая сумма выплат составит почти 170 тысяч рублей. Самарцам измерили уровень счастья. Регион по итогам июня занял 15 место в рейтинге самых счастливых регионов России, говорится в исследовании. Специалисты анализировали сообщения в социальных сетях, форумах и блогах. Как оказалось, самарцы пишут посты с радостным содержанием менее чем в полутора процентах случаев. Для сравнения, в Москве, ставшей самым счастливым регионом России, доля позитивных сообщений почти в 20 раз больше. На второй строчке Санкт-Петербург, на третьей Удмуртии, на четвертом месте рейтинга Крым замкнул пятерку Приморский край. Самые пессимистичные россияне, по версии исследования, проживают в Иркутско-Ярославской областях. Самара четвертый год подряд становится лидером в рейтинге городов-миллионников по числу торговых центров. Сколько торговых площадей приходится на каждую тысячу горожан, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть дорожает. Баррель марки Brent стоит 48 долларов 60 центов. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 88 копеек, евро 68 рублей 35 копеек. Золото стоит 2363 рубля, серебро 30 рублей 86 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 6 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 71 копейку. Валютные рублевые ипотечные заемщики, попавшие в сложную финансовую ситуацию, смогут рассчитывать на помощь государства. Новую программу разрабатывают в Минстрое страны. Самарская область заняла второе место по доступности жилья среди субъектов Приворского федерального округа, уступив только Пермскому краю. А Самара четвертый год подряд лидирует в рейтинге городов-миллионников по числу торговых центров. По расчетам экспертов, на одну тысячу жителей города приходится 682 квадратных метра торговых площадей. На этом все. Удачи в делах! Настоящий музей под открытым небом строится в Самаре. В микрорайоне Волгарь возводит этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов». Музей будет состоять из двух десятков домов, каждый из которых будет рассказывать об истории и культуре народов, проживающих в Самарской области. Их в регионе 157. Как идут работы, сегодня проверили представители профильной комиссии Общественной палаты Самарской области и Олеся Корецкая. Настоящий осетинский дом из настоящего осетинского гранита. И такая же сторожевая башня. Казбек Чельдиев приехал специально из Северной Осетии. Строит национальный дом по технологиям предков. Каждый кусок гранита разбивается и шлифуется вручную. Камень привезли с Осетии. Специально с Осетии. Наши предки раньше строили все с камня. Камни разбиваем, они разбиваем все, колем, отбиваем и ложим. И так скрупулезно с каждым домом. В парке дружбы народов их будет 22. Каждый как национальный музей, посвященный культурам народов в Самарской области. Надо просто-напросто знать культуру каждого из народов, понять, как основа культуры всех народов похожа. А в основе этой дружба, взаимопомощь, уважение к старшим, сохранность природы. Ну, все-все основные положения в каждой культуре, они очень похожи. Чтобы дома стояли крепко, перед строительством представители каждого этноса проводили свои национальные обряды. Освещали землю, прятали в срубы монетки, шерсть, пшеницу, символы достатка и благополучия. При строительстве этого комплекса, при создании, проведена большая научно-историческая работа. То есть по сбору информации, традиций, обычаи, строительства домов, уклада, жизни непосредственно людей разных национальностей, разных народностей. Около каждого дома устроят национальное подворье, посадят десятки деревьев. Здесь можно будет проводить национальные праздники, выставки и экскурсии. Парк частично откроется уже осенью, ко Дню Дружбы Народов 12 сентября. К этому времени будут готовы несколько домов и обустроены прогулочные зоны. Полностью этнографический комплекс Парк Дружбы Народов откроется в мае 2018 года. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Как сделать из обычного двора мини-сквер с цветущими клумбами и уникальными растениями? В советском районе жители всерьез взялись за озеленение площадок рядом с домами. К процессу подходят творчески. Даже создали своеобразный банк семян и саженцев, где собирают самые красивые экземпляры и делятся ими с соседями. А воплотить идеи в жизнь помогают власти и общественные советы микрорайонов. Чтобы расцвела во дворе не только привычная мальва, но и яркие петунии разных оттенков ромашки, а может и пышные розы. Жители 298-го и 300-го домов по улице промышленности на собрании обсуждают, как благоустроить двор и разбить полисадник под окнами. Первым делом нужно огородить газон. Очень хочется, чтобы мы посадили цветы, но так как у нас много во дворе детей, они бегают по газону и посадить цветочки уже становится нереальным. Мы могли бы справиться с этой задачей, то есть облагородить, обустроить, как бы сказать, посадить цветы, то есть сделать наш двор лучше. План благоустройства обсуждают с управляющим микрорайоном. Общественный совет микрорайона – связующее звено между жителями и властью. Управляющий выслушивает каждого и все предложения фиксируют. Потом с депутатами и представителями районной администрации будут работать по каждому пункту. Жильцы хотят принять решение, общедомовое решение, сделать опиловку деревьев, принять, опять же, где посадить цветочки, где посадить какие-то новые деревья, где огородить, куда машины, чтобы ставили. К озеленению и благоустройству дворов в Советском районе повышенное внимание вовлечь в этот процесс. Стараются как можно больше жителей. От активности самих самарцев во многом зависит, будет ли двор комфортным и уютным. В решении актуальных проблем помогают депутаты. Мы определили приоритетные направления. Это в том числе установка новых малых форм и ремонт того, что было. Поэтому мы сейчас это все выявляем. И, естественно, за бюджетные деньги, в результате в том числе проведенного конкурса по лучшему озеленению, планируем обустраивать все дворы. Без исключения сначала тем, кто более активный. В этом микрорайоне контакт между горожанами и властью налажен. И результат налицо. Так соседний двор уже, как на картинке, весь в цвету. И красоту эту создали сами активисты. Они же организовали и интересный проект. Обмениваются семенами и саженцами самых красивых цветов. И воплощают в жизнь идеи ландшафтного дизайна. В планах совместными усилиями общественных советов жителей и властей, такими же аккуратными и цветущими сделать все дворы. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Самарскому грибцу официально присудили третье место на Олимпийских играх в Рио в дистанции тысячи метров на конуе. При том, что соревнования прошли год назад. В чем дело, расскажет Валерия Макарова. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова. И я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Награду нашла героя. Самарский грибец получит бронзу Олимпийских игр 2016 года. Глаз Алмаз. Спортсмен ЦСКА Самара стал призером Кубка России по стрельбе из лука. Усилили команду. Гонбольная лада войдет в сезон с новыми игроками. История с продолжением. Самарцу Илье Штакалову отдали бронзу Олимпийских игр 2016 года в Рио. В соревнованиях погребли на конуе. Тогда третье место занял Сергей Тарновский из Молдавии, а Штакалов был четвертым. Однако через несколько дней выяснилось, что допинг-проба Молдаванина дала положительный результат. Тарновского временно отстранили, а после дисквалифицировали на 4 года, лишив бронзовой медали Олимпиады в Рио. Тем не менее, самарского спортсмена не могли официально признать бронзовым призером, пока не закончатся все юридические разбирательства. Это заняло почти год. В Чите завершился Кубок России по стрельбе из лука. В состязаниях участвовали более 250 спортсменов из 17 регионов России. Среди мужчин в дисциплине «Булочный лук» серебро завоевал рядовой спорт роты самарского филиала ЦСКА Рыкзен Дугаров. По итогам этих соревнований сформируют сборную команду России. Ей предстоит выступить в Берлине на этапе Кубка мира, на Всемирной универсиаде в Китайском Тайбэе, а также на Чемпионате мира в Мехико. Гэндбольная «Лада» пополнилась шестью новыми опытными игроками. Контракты с клубом заключили 21-летняя Анастасия Лагина, бывший галкипер столичного луча, и 22-летняя Мария Керчакова, выступавшая за Ижевский университет. Еще двух игроков в Тольятти взяли на просмотр, причем обе до прихода в «Ладу» выступали за рубежом. Кроме того, в межсезонье ряды тольяттинской дружины пополнили Ксения Дьяченко из Кубани и Наталья Иванова из «Звезды». Не исключены новые приобретения и по ходу предсезонной подготовки. Сейчас гандболистки «Лады» проходят медосмотр, а первая совместная тренировка обновленной команды состоится в субботу, 15 июля. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и удачных выходных! Новоселье Больше тысячи обманутых дольщиков готовятся в этом году к новоселью. В эксплуатацию ведут несколько проблемных объектов. В прошлом году удалось достроить 8 многоквартирных домов для тысячи с лишним жителей. Так завершается строительство дома номер 10 по улице Тухачевского. Здание начали возводить в 2005 году. В строительстве участвовали 211 дольщиков. Планировалось возвести 4 секции от 10 до 16 этажей. Работа затягивалась. Через несколько лет застройщика признали банкротом. А так и не сданный дом внесли в список проблемных объектов. В 2013 году совместными усилиями городского и областного департаментов строительства определили нового подрядчика. Он завершил возведение всех 4 секций, провел коммуникации. Сейчас ведутся внешние отделочные работы. Застройщик обещает сдать дом к началу 4 квартала этого года. Образовательное учреждение готовится к новому учебному году. Началось возведение пристроя к зданию медико-технического лицея. На это из городского бюджета направили больше 40 миллионов рублей. В пристрой разместится спортивный зал, душевые помещения для снарядов, тренерская и 4 учебные аудитории. Сейчас ведутся подготовительные работы. Строители демонтируют оконные конструкции, заделывают проемы. Пристрой будет состоять из трех этажей. Новое здание будет примыкать к лицею с задней стороны. Общая площадь пристроя больше 700 квадратных метров. Работы по строительству подрядчик обещает завершить в декабре 2017 года. Также в 135-м лицее авиационного профиля начался капитальный ремонт. Здание 1949 года постройки признали аварийным несколько лет назад. Занятия там отменили, учеников перевели в другое помещение. По плану здесь проведут капитальный ремонт фасада, заменят кровлю, перекрытие и коммуникации. После ремонта здание укомплектуют необходимым оборудованием. Затем приведут в порядок прилегающую территорию, обустроят спортивную площадку. Финансирование на капремонт лицея поступило из федерального и областного бюджетов. Завершить работы застройщик обещает к концу этого года. В Самаре на площади Клубышева приступили к фрезерованию асфальта. Прилегающих скверах уже демонтировали почти половину старого покрытия и бортового камня. В будущем планируется положить новый асфальт, выложить прогулочные зоны плиткой. Реконструкция ведется круглосуточно. Для ускорения темпов работы увеличено число строительных бригад, которые занимаются прокладыванием коммуникаций, электропроводов и системы водоснабжения. В порядок приведут и ограды. Медаллические решетки снимают, очищают от старой краски, перед новым покрытием защищают от коррозии. Затем их покрасят и поставят на прежнее место. В дальнейшем специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» проведут озеленение площади и скверов, организуют современную систему полива. На стадионе «Самара-Арена» начали красить металлоконструкции. Региональная пресс-служба предупреждает самарцев, что от ветра краска может разлетаться в радиусе до 3 километров от стадиона. Работы будут продолжаться до 1 сентября. Перед покрытием металлические конструкции обработают специальным составом, чтобы защитить от коррозии. Промежуточный слой выполнен на четверть. Сборка металлоконструкции купола уже близка к финалу. Рабочие смонтировали большую часть из почти сотни блоков. Также продолжается отделка внутренних помещений стадиона и устройства наружных инженерных сетей. Начались подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории. Сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка. В микрорайоне Волгарь идет строительство парка «Дружба народов». Это будет этнокультурный комплекс, посвященный истории и культуре народов, проживающих в Самарской области. А их в регионе 157. Между озер Зеркало и Двубратное на площади больше 12 гектаров строится музейный комплекс. Он будет состоять из 22 домов и подворий в стиле разных народов. Каждый дом возводится в соответствии с правилами и традициями каждого этноса. Перед строительством была проведена большая научная работа с историками, культурологами, специалисты получали консультации в других республиках. Учитывалось все – и стройматериалы, и особенности зодчества, даже цвет древесины. Перед строительством представители каждого народа проводили свои национальные обряды. Здесь будут проходить выставки, экскурсии и межнациональные праздники. Частично парк откроется уже осенью, ко Дню Дружбы народов, 12 сентября. Полностью комплекс заработает в мае 2018 года.